ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я думаю, что, наверное, два этих коллектива будут бороться за чемпионство. Давайте развивать хоккей в Турции. Действительно, зачем развивать хоккей в России? Костяк – это факелы, это опытные, поигравшие футболисты, которые с большим самолюбием, которые не любят и не умеют проигрывать. Друзья, рад вас приветствовать. Это продолжение нашего шоу, которое по-прежнему называется «Спортсторис». Ничего за неделю отсутствия моего бородатого лица на ваших голубых экранах не поменялось. Меня по-прежнему зовут Антон Шидания. Некоторые называют меня врагом хоккея, некоторые называют меня врагом бенди. Но это не так. Мы здесь, в нашей программе, работаем над тем, чтобы спорт для зрителя в том числе был интереснее. Ну, от месседжей в сторону некоторых функционеров перейду к непосредственно новостям. В первом блоке «Спортсторис» сегодня обсудим то, что взволновало за прошедшую неделю. Нас на новостном фронте возмутило, заинтриговало, ну и заставило об этом поговорить, собственно, в программе, обсудить, в том числе и с вами. В третьем блоке будет вопрос традиционного интерактива. Не теряйтесь и не переключайтесь. Ну, а во втором блоке вас ждет сегодня интервью с директором футбольного клуба «Факел». Поговорим о футболе в третьем дивизионе с Алексеем Орловым. Вот так будет, надеюсь, интересно и увлекательно. Ну, а в первом блоке две новости про хоккей, которые, знаете, как будто из параллельных вселенных. Во-первых, давайте начнем со сладкого. Алексей Андронов, известный комментатор, очень классный комментатор, один из моих любимых комментаторов, голос моего детства, сообщил в своем телеграм-канале прелюбопытнейшую новость, которая просто вызывает такой приятный мандраж у меня, как у хоккейного болельщика. Я сегодня в снэтбеке и футболке хоккейного клуба «Амур». И это не случайно, потому что как раз-таки о хоккее с шайбой, о самом вкусном и сейчас и пойдет речь. Что же Алексей сообщил в своем телеграм-канале? Топовый комментатор рассказал о том, что «Хоккей Канада», да, это по-нашему федерация хоккея этой страны, ведет работу по организации серии матчей, назовем это суперсерия с Россией. Причем в этой суперсерии будут задействованы только хоккеисты национальной хоккейной лиги. Надо сказать, что «Хоккей Канада», в отличие от Федерации хоккея России, во главе с Владиславом Третьяком, который только строит катки, но никак не может за канадцами угнаться, независимо от Международной Федерации хоккея и ХФ этой клоунской конторы, и идет своим путем, не оборачиваясь по сторонам, скажем так. Так вот, «Хоккей Канада» вынашивает идею серии с Россией. Это будет овертоп событие, как говорит Алексей Антронов, и я могу под этими словами подписаться. Никакого Романа Борисовича Ротенберга, никакого Владислава Третьяка, даже Лорионов, Игорь Лорионов, профессор из Нижегородского торпеда, не подключится. Только игроки космического уровня из Национальной хоккейной лиги, три матча, уже ведутся организационные работы по тому, когда все-таки это провести, либо это 2024 год, либо срок чуть сдвинется. Это, конечно, будет космическая, абсолютно космическая новость, космическое событие. Нам с канадцами играть не привыкать. Последний раз встречались мы, как две супер-хоккейные державы в классных составах. Классных составах, я имею в виду, сильнейших игроков от НХЛ, естественно, на Кубке мира в 2016 году, вы помните. И тогда кленовые листья били нашу красную машину, сломали нашу красную машину 5-3 в полуфинале турнира. Будет яркое шоу, будет великолепный перформанс. Осталось только дождаться того, чтобы Федерация Хоккей Канады и Хоккей Канада действительно анонсировала это масштабное событие уже официально, скажем так. И еще одна новость, как я уже говорил, из параллельной вселенной. Мы не можем оставить Владислава Третьяка без привета и без упоминания. Федерация Хоккея России отметилась очередным движением вверх. Движение вверх в данном контексте в кавычках. Кубок Черного моря, традиционный турнир, где принимает участие по окончании хоккейного сезона молодежная сборная, в этом году пройдет не абы где, не в солнечном Сочи, а в Стамбуле. Представляете? Да, вот так вот. В нем примут участие два состава молодежной сборной России. Ну а где нам еще и с кем нам еще играть, спросите вы, как не в Стамбуле. Да, естественно, наши братья-белорусы. Собратья по несчастью, в том смысле, что тоже отовсюду выкинутые, от всего международного соревновательного стафа, назову это так, отстранены. Ну и не поверите, кто же в Стамбуле может еще играть в хоккей, кроме россиян и белорусов? Сборная чемпионата Турции. Это игроки национальной команды Турции, а также легионеры. Помимо обычного формата, Кубок Черного моря будет включать в себя турнир в хоккее 3х3, в формате 3х3. Во время Кубка Черного моря, во время розыгрыша главного трофея, Федерация хоккея России проведет благотворительные акции и мероприятия с целью поддержки пострадавших от землетрясения в начале февраля этого года. Также в рамках турнира состоится серия мастер-классов для юниорских сборных Турции Ю-16 и Ю-17. Давайте развивать хоккей в Турции. Действительно, зачем развивать хоккей в России? Владислав Александрович, вам отдельный привет. Каждая инициатива еще более веселая, абсурдная, чем предыдущая. Далее вас ждет интервью о футболе с футбольным человеком, с футбольным гостем. Вот, извиняюсь за тавтологию, но иначе никак не скажешь, так что не переключайтесь. Друзья, продолжение спортсторис на ваших экранах. И, как и обещал, у нас снова интервью. Естественно, мы без диалогов по-настоящему спортивных, кстати, в нашей программе не можем существовать. И продолжаем гнуть свою линию. Говорим сегодня о футболе, а именно о первенстве Межрегиональной Федерации Футбола Золотое Кольцо, третьем дивизионе в простонародье, с директором футбольного клуба «Факел» Алексеем Михайловичем Орловым, нашим старым добрым другом. Алексей Михайлович, спасибо огромное, что время нашли и к нам пришли. Ну, естественно, поговорим мы сегодня о большом перечне темы. В первую очередь вспомним прошлый сезон. И, конечно же, узнаем о том, чем заводская команда живет в межсезонье. И как готовиться к старту нового футбольного турнира. Алексей Михайлович, давайте сначала, наверное, по горячим свидам. Сразу о бомбовых новостях, которые из стана команды «Факел» к нам в последние месяцы, в последние дни поступали. У команды сменился главный тренер. Есть изменения в составе. Коротко об этом, если можно. Да, у команды новый главный тренер. Им стал тренер спортивной школы. Разуваев Никита Вадимович. В прошлый сезон он работал с молодежной командой. Скажем, так показал свое желание, свой потенциал, что он хочет расти именно во взрослом футболе. Не то, что как только сильный детский тренер, но и совершенствоваться в игре 11 на 11. Александр Сергеевич Захлестин после сезона 2022 сосредоточился на детском футболе в пятой школе. То есть мы с ним расстались хорошо. Футбольный клуб «Факел» благодарит Александра Сергеевича за тот вклад, который он внес в команду, как игрок в 2017 году, который пришел и делал очень много и в чемпионстве, и в росте клуба. И, конечно, как главный тренер, который вдавался полностью в этой роли. Ну, такая жизнь футбола. Соответственно, мы расстались по-хорошему. И доверили этот сезон молодому тренеру, молодому амбициозному тренеру. Я думаю, что и вижу, как команда его принимает, видит его желания, видит его мысли, которые он пытается донести до футболистов. И мы всячески будем ему помогать. И я думаю, что общая эта идея, общая цель должна ему помочь. Ну, и уже по итогу сезона посмотрим, как мы все наиграем, на какое место в этом телевизионе. По ростеру, по составу, какие изменения? Кто пришел, кто ушел? Потому что это всегда интересно. Это жареная фактика, как говорится. Футбольный Куфакел всегда славился сильным коллективом, сильным костяком. То есть у нас очень редкие, какие-то резкие изменения в составах. На данный момент можно сказать, что у нас Дмитрий Кузьминых покинул команду, тоже, да, сам позвонил по семейным обстоятельствам, попросил, скажем так, паузу, не паузу. То есть решил этот сезон, соответственно, там дальше как у него сложится жизнь. В этот сезон он не играет в нашей команде, скажем так. По костяку практически весь основной состав остается. Небольшое изменение в этом году, что мы приняли такое решение отказаться от совмещений игроков. То есть это тоже такой большой и сложный шаг для нас. Но мы сделали акцент на тренировочный процесс, активный тренировочный процесс. И вот тоже для нас новый опыт. Посмотрим, как это, что будет. Соответственно, Сергей Венских выпадает из коллектива, потому что он выступает за прогресс, ну и, как я знаю, сейчас он ездит за КССС команду играть. Так, по большому счету, Дмитрий Шалаев, то есть тоже в команде, в своей основной команде «Вектор». Пришел в нашу команду и тренируется, и хочет играть в нашей команде. Алина Скеров, то есть очень сильный футболист, который уже приходил в нашу команду два года назад, но по своим причинам он не остался. Только еще, скажем, знакомился с реалиями кировского футбола. Сейчас у него есть большое желание, и, безусловно, это для нас усиление. Ну и с молодежной командой часть футболистов, которые показали свой потенциал, хороший на первенстве в области, что они могут расти, что они могут прогрессировать. Также будут подключены к первой команде и тренируются сейчас к первой команде. И будем уже на турнире «Памяти ветеранов» их смотреть в процессе. Ну и, соответственно, в сезоне будем уже их аккуратно задействовать в играх. Хочу спросить вот о чем. Команда теряет центр форварда Дмитрий Шалаев, Сергей Венских. Тоже усиление нападения большое. При этом в центре поля Дмитрий Кузьминых, который выполнял всегда большой объем работы, в том числе и Черновой, это тоже потери. Это тоже серьезное ослабление состава команды. В связи с этим не могу не спросить, стоит ли задача перед командой непременно выигрывать все матчи? Или сейчас, опять-таки, учитывая, что новый главный тренер, новые мысли, наверняка какая-то новая тактика будет опробована, да, учитывая, опять-таки, реалии ростера, игровые возможности факела в новом сезоне, а место для факела в топ-3, условно, не столь важно. Главное, наиграть и молодых, в том числе парней, и создать такой крепкий боеспособный коллектив уже на будущее. Все-таки нужно понимать, что основной костяк факела – это опытные, проигравшие футболисты, которые с большим самолюбием, которые не любят и не умеют проигрывать, и это никуда не деть. Поэтому в любом случае будут максимальные задачи на конкретную игру. Конечно, сейчас сложно говорить про итоговое место, но к вам придет еще главный тренер, как вы сказали, и он очень амбициозен. То есть мы настраиваемся на попадание в тройку. Конечно, это было сделать непросто, но футбол тем прекрасен. То есть нужно, для чего и мы, скажем так, сейчас очень сильно сосредоточились на тренировочном процессе. Мы, по сути, тренируемся как такая мини-профессиональная команда, и акцент у нас был сделан на тренировке, подведении к играм, восстановлении, что нам очень не хватало в предыдущие годы, потому что именно это совмещение, вот эти игры за несколько команд не выстраивали цепочку подготовки к игре. То есть кто-то играет здесь, кто-то играет так. Конечно, это новый опыт для нас, но, скажем так, этот опыт напрашивается, потому что сейчас у нас единая команда, одна большая структура, и, соответственно, я думаю, что этот путь правильный, мы посмотрим по итогу сезона, что получится у нас. Про тренерский штаб и тренировочный процесс еще спрошу. Никита Вадимович, мы, кстати, вас ждем здесь в гости, действительно, Алексей Михайлович все правильно анонсировал, все правильно анонсировал. Есть ли изменения в штабе у Розуаева или все осталось, как было в прошлом сезоне? Это первый вопрос. И факел, да, одной, наверное, из первых кировских команд, играющих на высоком уровне для нашего футбола, вышел из отпуска и активно начали на базе своего стадиона уже готовиться к сезону. Немножко про особенности тренировочного процесса. На что делается упор, на что делается, скажем так, ставка? И когда ждать спарринги уже, товарищеские контрольные матчи? И с кем? Про тренерский штаб все без изменений. Главный тренер Розуаев Никита, помощник главного тренера, это Докучаев Владимир Геннадьевич, тренер по вратарям, всеми наш известный первый шеф Андрей Юрьевич, администратор команды, все то же самое у нас. Ничего не поменялось, и даже мыслей такой не было, потому что химия команды и химия тренерского штаба тоже это очень важный момент. Поэтому я считаю, что здесь у нас все правильно выстроено. По подготовке, да, мы сейчас уже заканчиваем вторые посезонные сборы, они проходят только не на нашем стадионе, не на Ветшоре, а так как он проходит реконструкцию на стадионе Искош. Ребята тренируются каждый день, тренировки очень интенсивные, очень энергозатратные, то есть это можно прямо отметить, что ребята выкладываются, ребятам интересно увидеть требования нового главного тренера, все равно, конечно, небольшая искра у них такая, прямо видно, какая-то такая загадка, что, как их подготовят, как они подойдут к сезону, это, конечно, все интересно. И в эту субботу мы стартуем в турнире памяти ветеранов кировского футбола, в котором участвуют 7 команд, и это будет финальный этап подготовки к третьему дивизиону. В команде есть люди, которые старше главного тренера. Ты Алексей Михайлович упомянул, что костяк заводской семьи футбольной остался прежним. Играющий тренер Константин Шишкин, вот, пожалуйста, яркий пример. Будут ли они менее искушенного футболя наставника слушать? Нет ли таких опасений у тебя, у тренерского штаба? Опасений таких нет, потому что это профессионалы своего дела. Они всю жизнь были в футболе, они знают уважение к тренерам, уважение к партнерам. То есть это пример такого профессионализма, а профессионализм никуда не уйдет, что он был в 20 лет, что он был за 30 лет. Поэтому ребята уважительно относятся к главному тренеру, слушают его требования. Конечно, все это происходит в диалоге с главным тренером. То есть он разговаривает, они обменивают сомнениями. Поэтому я вижу полное взаимопонимание. И надеюсь, что ребята проникнутся идеями, его и обязательно поддержат. Потому что в любом случае будут и сложные ситуации, и сложные минуты, но это жизнь команды. Будет ли футбол Факела меняться? В связи и с новым главным тренером, его идеями футбольными, в том числе модель игры, тактика, схемы. Ну и в связи, как я уже опять сказал, с уходом некоторых футболистов. На данный момент, как я вижу, и по тренировочному процессу, конечно, это вам лучше тренер все расскажет, но как сам тоже тренер, я вижу, что очень стало у нас интенсивно. Это современное требование футбола, интенсивность. Это касается не только отборов. Это агрессивная игра, агрессивное ведение игры. То есть, если раньше мы, скажем так, где-то больше играли позиционно, так, скажем так, по-мудрому, сейчас мы большой акцент делаем на динамику, на скорость игры, на быстрое завершение, на быстрый отбор мяча. Поэтому я думаю, что наша игра преобразится в любом случае. Ну и игры покажут уже. Отлично. Алексей Михайлович, многие болельщики, увидев состав участников турнира «Золотое кольцо» свежего 2023 года образца, удивились и стали дозывать этот розыгрыш, турнир, первенство, не иначе, как турниром, где фактически играют одни кировские команды. Ну, добрая половина фактически, там треть, ладно, окей. И 11 коллективов, насколько я понимаю, будет среди соискателей наград турнира, при этом 4 представляют Кировскую область. Это плюс для нашего футбола или это минус для нашего футбола, на ваш взгляд? Добавит ли это конкуренции? Конкуренция в любом случае будет. У каждой команды свой путь, у каждой команды свое видение этой команды. То есть, если мы берем нашу команду, то это все равно... Вы-то сторожил, у вас все хорошо. Как заводская команда, как ступенька спортивной школы Ветшор, куда воспитанники стремятся. То есть, у нас вот такой путь. Другие команды вам расскажут про свой путь, скажем так. Как шутят федерации, это у нас чемпионат третьей лиги Кировской области и четыре команды. Ну, будет интересно. Я думаю, что, как минимум, дерби кировские будут носить огненный характер. Как и в прошлом сезоне. Как и в прошлом сезоне. Только сейчас добавятся еще у нас и фанком, и молодежная Динамо, которые в любом случае тоже захотят показать себя с более мастеровитыми, скажем, взрослыми командами. Поэтому я думаю, что чемпионат будет интересный. На данный момент подтвердилось 11 команд уже. И я думаю, что борьба за, как минимум, первую пятерку будет очень острая. Главные фавориты турнира Череповецкая, СССР по ростеру, по умениям, по скиллам, по навыкам, даже результатам. Или нет, на ваш взгляд? Ну, Череповец, да, тоже приучил уже 3-й дивизион максимальным задачам. Я также отмечу у них очень сильную школу. Мы по большому счету пытаемся. Вот сейчас, на данный момент, наша школа «Вершор». Выходим на эти ступеньки. Тоже большой акцент уделяем спортивной школе. Мне очень нравится школа Череповца, которая в том году команда обновилась процентов на 60. И посмотрите, она до последнего сохраняла шансы на чемпионство. Они играли молодежи, там 4-й, 5-й год. И часть опытных футболистов помогала команде. И нисколько не просела в качестве, нисколько не просела в результате. По сути, также наша школа стремится «Вершор», чтобы воспитать своих воспитанников. Я тоже считаю, что мы вышли на правильный путь в это направление. Но, конечно, нужно большое время, чтобы это все у нас молодежь подросла. Ну, и, наверное, да, вы правы к ССС, которая ставит тоже максимальные задачи. Я думаю, что, наверное, два этих коллектива будут бороться за чемпионство. Леш, такой момент. Еще хочется тебя спросить. Турнир в мае, в конце мая. Твои ожидания от этого турнира? Потому что новый сезон, новые надежды. Как директор, как функционер? Чего бы тебе хотелось увидеть? И от футбола своей команды, и вообще от турнира, в частности, третьей лиги в новом футбольном году? Ну, от своей команды я хочу увидеть азартную игру, интересную игру, горящие глаза, агрессивный футбол, который будет радовать зрителей, будет радовать самих футболистов тоже. Потому что иногда бывает, ты выигрываешь матч 1-0, а уходишь с поля, как будто ты его проиграл. Поэтому, в первую очередь, хочу вот это увидеть от своих ребят. От чемпионата, я уже не первый год говорил, что третий дивизион «Золотое кольцо» сейчас вышел на очень хороший уровень. Когда мы заходили в первый год, и сейчас это просто два разных дивизиона. Небо и земля, конечно. Небо и земля, где просто, наверное, очень ровный средний уровень. Есть, конечно, часть команд, которые потенциально по бюджету и по составу превосходят команды. И таких провальных команд, которые там посторонние, скажем так, их тут просто нет. Я жду хороших матчей, напряженных матчей. Турнирную интригу, конечно, хотелось бы увидеть максимальную. Ну и чтобы все команды доехали до Кирова. Сейчас вроде это уже в том году такой вопрос не стоял. Но вот еще пару лет назад мы знали такие ситуации, когда к нам частенько не доезжали. Надеюсь, сейчас четыре команды не испугают коллектива из других городов. И все-таки они найдут возможность. Потому что для зрителей тоже хочется видеть, чтобы все приезжали к нам. Не только Киров ездил к другим городам. Для зрителей мы Алексею Михайловичу и его парням, команде «Факел». Желаем полных трибун стадиона «Ветшор». Зрительского интереса, ажиотажа. Чтобы болельщик, даже если вдруг неудачи, от них никто не застрахован, будут преследовать команду, болельщик не отворачивался ни в коем случае от своих любимцев. Друзья, на этой ноте мы с вами, точнее с Алексеем Михайловичем, упрощаемся. С вами нет, потому что у нас впереди третий блок. И там я задам вам свой традиционный вопрос в нашем интерактиве. Ну а Алексей Михайлович, огромное спасибо, что время нашли. И, естественно, болеем за «Факел». Вам только удачи в новом футбольном сезоне. Спасибо. Друзья, не переключайтесь. Увидимся в следующем блоке шоу. Друзья, вот такое интервью у нас с Алексеем Орловым, который, кстати, во второй раз в истории спортсторис приходит к нам в гости. И интервью получается емкими, очень цельными. Желаем «Факелу», естественно, в новом сезоне только побед. Ну а сейчас, перед тем, как с вами попрощаться, задам традиционный вопрос нашего интерактива. Друзья, в первом блоке нашей программы я уже упомянул о хоккее. Супер событие с приставкой «ТОП». Безусловно, это работа по организации матчей так называемой суперсерии в трех городах Канады. Она пройдет. И сборная России составлена исключительно из НХЛ. Кстати, тренеры там будут тоже НХЛовские. Гончар, Брылин, Набоков, так, навскидку. Сразиться с монструозным составом кленовых листьев со сборной Канады. Я хочу вас спросить, если все-таки это событие состоится. Если все-таки, невзирая на все препоны организационные, неурядицы возможные, да, все барьеры, хоккей Канада сможет организовать и со всеми договориться эти матчи. Кто победит? Читаете ли вы суперсерии с Канадой в условном 2024 или 2025 году сборную России фаворитом? Выразите свое мнение. Будет интересно почитать ваши мысли, скажем так, выраженные, естественно, в тексте под постами с нашей программой в соцсетях Девятка ТВ. На этом я заканчиваю нашу сегодняшнюю программу. Меня зовут Антон Шидани. Это был проект Спортсторис. Увидимся с вами ровно через неделю. Естественно, передадим привет Федерации хоккея России, может быть, и Хафе. Чем черт не шутит, эти парни нас постоянно радуют какой-нибудь клоунской деятельностью. Почему нет? Ну и, естественно, клоунскими новостями. До новых встреч. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова